В прямом эфире репортера новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Жители центра города, несмотря на банкротство ТЭЦ, в эту зиму будут с теплом. На внеочередной сессии Бурсовета единогласным решением депутаты выделили 95 миллионов гривен предприятию, что позволит его запустить. Мэр подчеркнул, что это небезупречное с точки зрения юриспруденции решения, но оставить без тепла горожан власть не может. Не мы с вами накопили долг нашему предприятию. Это накапливалось на протяжении, не знаю, 10, 15, 20 лет. Единственное, что мы смогли сделать, это вступить третьей стороной в судебный процесс и поддержать для того, чтобы вернуть предприятие в рабочее состояние. Ситуация могла быть гораздо... 95 миллионов гривен – это необходимый минимум для того, чтобы «Нафтогаз» мог начать поставки топлива на ТЭЦ. Это решение также поддержала фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова. Когда государство бросает людей на произвол судьбы, городской бюджет вынужден, пускай в ручном режиме, пускай корректировать, но выделять деньги для того, чтобы тепло дать в одесские дома. И сегодня фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова поддерживала данный проект решения очень сложный, очень непростой для того, чтобы тепло появилось в домах у одесситов. 90 миллионов одесские финансисты нашли в нераспределенных расходах бюджета развития, еще 5 миллионов найдут в общем фонде. Урезание других статей бюджета не произойдет, уточнили в профильном департаменте. В будущем власть планирует экономить с помощью теплощетчиков и замены теплосетей. Ну и в свою очередь перерасчет субсидий на оплату отопления для горожан будет завершен в течение двух недель. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной политики Гурсовета Елена Китайская. Уже в декабре около 50 тысяч горожан получат платежки с учетом субсидий за конец октября и ноябрь. Рассчитывается субсидия индивидуально, учитывая доходы каждой семьи и в среднем составляет 107 гривен. В этом году количество получателей помощи на 10 процентов ниже, чем в прошлом. Для оформления необходимы два документа, заявление и декларация о доходах за два квартала, в этом году роста заявок не зафиксировано. Это связано с тем, что субсидии продлеваются автоматически. Перерасчет проведен где-то на 50 процентов, потому что сейчас дорабатывается программное обеспечение Министерства социальной политики и буквально в первой декаде ноября будут перерасчитаны все оставшиеся дела для того, чтобы уже люди в декабре месяце получили полностью счета с учетом субсидий за пять дней отопительного периода октября и за ноябрь месяц. Поэтому могут возникнуть волнения для того, чтобы вы понимали, что перерасчет буквально будет сделан в первой декаде. Переполох в одесском аэропорту устроил пассажир самолета, следовавшего рейсом из Москвы в Стамбул. Воздушное судно экстренно посадили в Одессе из-за необычного поведения мужчины. В терроризме его заподозрили из-за долгого нахождения в туалете. В самой уборной после его визита была найдена подозрительная сумка. Пассажира связали, а в аэропорт вызвали кинологов. Но вместо бомбы в сумке оказалось нижнее белье. Вас за что связали? За то, что я сидел в туалете дольше 20 минут. А по какой причине вы там так долго сидели? Я какал. А почему с сумкой? У меня тумсы запасные в сумке. Уже на аэропорту на літак очікували спецподрозділи Державної прикордонної служби разом с кинологами та співробітники СБУ. За посадки пассажири були евакуювані. Небезпечну західку обстежили кинологи. Нічого небезпечного не виявили там. Ну и после того, как эксперты выяснили, что бомбы на борту нет, самолет покинул одесский аэропорт и достиг пункта назначения. Подробности трагедии на детской площадке. Десятилетний мальчик погиб из-за того, что на большой скорости слетел с качелей и ударился головой. Смерть наступила почти мгновенно. В полиции инициировали техническую проверку качелей. Но местные жители решили не ждать комиссию и самостоятельно переделать карусель, чтобы она не могла развивать большую скорость. Анна Городенцева далее. Здесь снова играют дети. Лишь одну карусель они обходят стороной. Возле качелей видны следы крови. Здесь погиб ребенок. То ли он выпрыгнуть хотел с нее, то ли что. В общем, они ее раскачали. Я так понял, что он зашел в эту штангу, а потом по голове получил. Она же низка, смотрите, у нее посадка низкая. По голове получил и уже все. Тут мама кричала такими слезами, что у него уже все. Там врачи. Три скорые стояли. Было бесполезно. Он уже холодный лежал здесь. Они и Настя учились с Андреем в одной школе. Знают и о том, что произошло на площадке. Говорят, на карусель сели сразу несколько мальчишек и раскачали ее до большой скорости. Было трое мальчиков. И они когда сели на эту качель, они сидели, они смеялись очень громко. Мальчик начал очень сильно раскатываться, но мальчики ему говорили, чтобы он остановился, но он их не слушал. Говорят, почти было солнышко. И он упал на спину и он хотел отодвинуться, но не успел, потому что качели давали ему по голове и он сложил. Он был добрый, мухи не обидят. Он всегда всем давал все, со всеми хорошо общался. Характер у него был мягкий, добрый. Смерть дитини настала в результате падения за гойдолки и удару головой. За данным фактом было распечатано криминальное проведение. Предбачено статей 115 Криминального кодексу Украины с помяткой «Несчастный випадок». Тело хлопчика было отправлено на экспертизу. В теперешний час проводится переверка, в рамках якої слідчие Киевского отдела полиции инициировали дополнительную проверку, вказанную в гойдолке, то есть ее технического стану. Детскую площадку построили на деньги самих жителей. Говорят, не учли, что дети постарше будут максимально раскачивать карусель. Дети здесь просто раскатывали эту качелю настолько высоко, они всегда говорили до Чаполина. Вот он сорвался, сейчас холодно, ручки может быть как-то так получилось. А качели все в порядке, сейчас мы сделаем, ограничим ей движение, чтобы не повторилось такого случая. И все, и качели больше раскатываться не будут. И уже ближе к вечеру местные жители начали переделывать заполучные качели. Анна Городенцева, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». В конфликте между торгово-развлекательным комплексом «Сити-центр» и военным аэродромом стороны близки к мировой. Представители комплекса начали демонтаж ранее установленного временного ограждения. И говорят, что диалог с военными проходит в конструктивном ключе. Мы достигли определенных с ними договоренностей. И как с нашей стороны акт доброй воли, сегодня мы начнем демонтаж секции этого временного ограждения. До тех пор, пока руководство воинской части не согласует в том порядке, в котором мы можем это мирно решить, установку этого ограждения. Тогда мы продолжим строительные работы планомерно, как мы и планировали. Застройщик надеется, что полный демонтаж ограждения значительно снизит напряжение возникшей ситуации и поможет решить вопрос мирно. А от военных ожидают скорейшего оформления документов на землю и четкого обозначения границ охраняемой зоны с соответствующими маркировками. А вот из-за конфликта между военными и застройщиком задержаны несколько военнослужащих. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиас. Вчера ввечері військовой прокуратуре Юдиного региона Одесским гарнизоном были затриманы темчасовые выполнения командира частини, подполковник Збройных сил, які не вжив заходи, пов'язанных із застосуванням физичной силы, вогнепальної та холодної зброї, як це передбачено статутом каравульної та постової служби, що призвело до захоплення частини земельної ділянки, військової частини і порушення території військового об'єкту. Йому об'явлено подозрення по статте «Омышленне неисполнення своїх об'язанності военним должностним лицом», що привело к тяжелим послідствиям. Кроме того, були задержані воєннослужащі-контрактники, які в цей день були в наряде і допустили проникновення посторонніх людей на територію воєнного городка. Також составлен протокол на капітана воїнської части, який при исполненні знаходився в состоянии алкогольного опинування. Складений адмінпротокол, він відсторонений від виконання об'язку військової служби, і адміністративне впровадження буде розглянути сьогодні судом, як це передбачає 10 днів гауплаху за вживання спецнів на пов'язку. Ще один подсудимий в Одесском СИЗО протестує против длительного рассмотрения дела. Одесит Валентин Тузовский официально голодает уже вторую неделю. Подозреваемый в продаже наркотиков требует вынесения ему приговора. Мужчина находится в СИЗО уже полтора года. За це время суд первой інстанції никакого решения не вынес. По словам родственников, на данный момент сторона обвинения так і не представила прямых доказательств вины Тузовского. Из четырех томов материалов дела рассмотрели всего один. «Он затягивается больше полутора лет. Дело до сих пор не рассмотрено. Постоянно переносится заседание суда. Я считаю, что это делается для того, чтобы человек потерял терпение и уже на стадии отчаяния, там сломленной какой-то психики, принял решение взять эти обвинения, которые ему предъявляют на себя». Подозреваемый подал ходатайство о ежедневном рассмотрении дела, однако следующее заседание назначили на 24 ноября. С четверним призначением слуха нет справи. «Не вархуем Ваши побажания». «Клопотание могу вам передать?» «Можете передати. Не вархуем Ваши побажания. Якщо в нас буде можливе, то мабуть еще дня. У нас на раді такого не будет». «Его задержали. Ничего не предъявляют. Держат его без суда. Год и два месяца он просидит там. Год и два месяца без дела передали в суд. Заседание не проходит. По сути, там было три заседания, которые определили, как будет слушание идти и зачитали акт обвинения. Все. Ну и сегодня, как бы присутствовали, они хоть что-то уже там начали делать. Ну и он объявил голодовку, понятно, в связи с чем. С тем, что он просит, чтобы чистили заседание. По сути, он, конечно, хочет быть оправданным, они хотят его обвинить. Но они ничего не делают. Не оправдывают, не обвиняют. Они его просто держат. Сегодня, в 1984 году, ушел из жизни украинский режиссер, оператор, сценарист, писатель Вадим Констроменко. Вадим Васильевич проработал 60 лет на Одесской киностудии. В качестве оператора снял более десятка картин. В том числе работал с Марленом Хуцеевым над легендарным фильмом «Весна на Заречной улице». Среди режиссерских работ Вадима Костроменко художественный фильм «Квартет Гварнери», телефильм «Секретный фарватер». Работал он с Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко, Петром Тодоровским и другими значимыми фигурами кинематографа советской эпохи. Последние годы Вадим Васильевич возглавлял музей кино в Одессе. Прощание состоится в пятницу 3 ноября в 11 утра на Одесской киностудии. В 31-й школе открыли лингофонный кабинет, оборудованный за счет средств, выделенных болгарским правительством. На презентации обустроенной специальной техникой аудитории присутствовали министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и ее болгарский коллега Красимир Валчев. Руководители ведомств также обсудили недавно принятый закон об образовании, а конкретно ту его часть, которая касается языков нацменьшинств. Виталий Хемий продолжит тему. Лингофонный кабинет, оборудование для которого закупалось за средства Республики Болгария уже восьмой в стране министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, говорит, что подобное сотрудничество лучше всего характеризует отсутствие всяческих разногласий между двумя странами вокруг языковой нормы закона об образовании. Закон не станет преградой для Болгар-Украины в изучении родного языка, но улучшит их знание языка государственного. Украина завжди будет брать на себя и выполнять международные обязательства о представлениях национальных громад в Украине. Мы ценуем национальное многоманитие Украины. И мы ценуем природное право каждой человеки разговаривать родной мовой и изучать родную мову. Что мы предлагаем в новом законе про оборудование, это гарантия того, что каждая украинская ребенка, независимо от ее национальности, будет хорошо владеть государственной мовой. В свою очередь, министр образования и науки Болгарии Красимир Валчев поблагодарил Лилию Гриневич за сотрудничество и продуктивный диалог, а также пообещал, что программа оборудования спецкабинетов и обеспечения учебниками на болгарском языке сокращена не будет. Даже наоборот, помощь школам Юга области будет увеличена. Ние проведохме конкретни разговори по прилагането на закона за образованието. Мы провели певни перемовани стосовно застосование и втиление в реальность законопроизведителя. Преди да дойдя още днес, ние имахме уверенията, че този закон няма да попречи за изучаването на български язик. Перед тем, как сюда приехать, я отримал певные запевнения о том, что цей закон не будет перешкоджать вивченню болгарской национальной мовы. За твой днес раз говорю тебе за расширяние, на изучаването на болгарский язык, а не за пазването. Саме тому сьогоднішні перемовини были присвячены розгортанию и поглибленню вивченню болгарской мовы, а не взагалі про йшлася мова про його вивчення. Міністр образования і науки України Лилия Гриневич прокомментирувала також ситуацію вокруг внедрення нового предмета в школьний курс естествознання. Учебників по цій дисципліні нет, спеціалістів массово теж не готовять, поэтому рассматривати естествознання нужно поки що в качестве експеримента. Можливо одна твій школи захочуть це пропілотувати, але йде мова про профільну старшу школу. Коли діти обирають гуманітарний профіль, їм не вистачає часу на поглиблене вивчення їхніх предметів. І це означає, що частину предметів необхідно в якийсь спосіб об'єднати, щоб вони все-таки мали загальне уявлення про картину світу, про природничі предмети. Віталій Хемий, Наталья Довбыш, Телеканал Репортер. Из-за участившихся случаев ДТП с участием пешеходів, представители патрульной полиції города провели профилактическую беседу со студентами Международного гуманітарного университета. Они рассказали об основних правилах безопасности на дороге, о работе патрульного и показали видеонарезку ДТП. Сегодня мы приехали к студентам познакомиться, пообщаться, а прежде всего рассказать о патрульной полиції Одессы, о тех целях и задачах, которые поставлены перед нами, патрульными полицейскими, и которые мы, конечно, выполняем. То есть для того, чтобы студенты знали, ответим на те вопросы, которые есть, и, возможно, ребята приймут для себе решение и придут служить патрульную полицию Одессы либо другого города нашей страны. На встречу были приглашены студенты разных курсов. Некоторые из них уже работают в правоохранительных органах. На сегодняшний день около 40 студентов Международного гуманітарного университета – патрульные. Сегодня мы собрали студентов четвертых и пятых курсов, потому что главной задачей руководства Международного гуманітарного университета, президента Международного гуманітарного университета, академика Кивалова Сергея Васильевича, заключается в том, что мы уже сегодня должны трудоустраивать наших студентов. И я уже об этом неоднократно говорил, что, имея диплом бакалавра, студент, который учится в магистратуре, имеет возможность работать в патрульной полиции города Одессы. Обучаясь на звучной форме обучения, он одновременно работает, получает навыки, овладевает профессией. Ну и, конечно же, получает... Стадион «Динамо» на Французском бульваре модернизируют. Беговые дорожки уже заменили. Они изготовлены из трехслойной резины. В планах реконструкция трибун, заградительного сектора для метания молота и диска, а также ограды по периметру. Заказчиком выступает физкультурно-спортивное общество «Динамо». Стоимость работ – 6,5 миллионов гривен. Реализовать первый этап ремонта удалось после внесения к обминам одесских объектов «Динамо» в список баз олимпийской подготовки, получающих поддержку из госбюджета. Сегодня у нас уже запущен в действие и принимают гостей общежитие, где могут размещаться и спортсмены, и все желающие. Открытые универсальные площадки, они здесь рядом, вы их видите. И первая очередь – беговые дорожки стадиона, где теперь лежит современная сертифицированная Европейской Федерацией покрытие «Политан». И мы хотим просить помощи у местных властей о том, чтобы сообща, сертифицировать его и помочь нам приобрести специализированное легкоатлетическое оборудование. Для полной сертификации стадиона, чтобы он соответствовал уже международным стандартом, надо провести виражи, реконструировать, закупить спортинвентарь, это прыжковые ямы, также барьеры, достаточно еще много работы. Самое главное, что уже положено, что всем это нравится, все понимают, куда теперь вкладывать деньги. Я думаю, что это только начало. Вместо стадиона «Динамо» под дотацией попадает и спорткомплекс в Мукачевском переулке, и база для гребли на 14-м километре Аведиопольской трассы. По словам самих спортсменов, качество покрытия на французском бульваре отличается от международной арены, но лучше подходит для тренировочного процесса. Отличается от чемпионатов Европы, отличается жесткость. Здесь дорожка мягкая, но это плюс, потому что на соревнованиях мы должны показывать максимальные результаты на жесткой дорожке, а здесь нам нужно тренироваться. Если здесь будет жесткая дорожка, то все наши суставы и связки будут травмированы, и нам это не нужно. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя.